Ребята, мы уже будем начинать потихоньку. Давайте рассаживаться те, кто остался, те, кто еще в кулуарах. Такая тишина сразу. Жуть. Всем привет. Очень рад, что людей все еще много и что митапы наши продолжают развиваться. Сегодня второй митап по JavaScript. Рад вас видеть. И давайте поприветствуем нашего первого спикера Артема Денисова. Он будет рассказывать про то, почему приложения могут быть медленными. Всем привет. Можно мне стикер? Меня зовут Артем Денисов. Я работаю в компании Ciclum. Это мое дневное время. И ночью я занимаюсь open source, разными проектами. Мы тянем проекты PVMetrics, DevTools, Timeline Viewer. Я вам сегодня расскажу немного про них. А также о перформансе и почему ваше приложение может быть медленным и как с этим бороться. Я из Винницы. И в Виннице мы проводим beer.js. То есть ребята в Киеве тоже организовывают. Мы в Виннице это тоже делаем. То есть если кто-то есть в Виннице, добавляйтесь в чатик в Телеграме. Можно тоже будет поговорить на джесные, около джесные темы. То есть все ок. Значит, мы поговорим сегодня, почему перформанс важный. Техники, которые нам позволяют улучшить перформанс. Сейчас посмотрим какой-то реальный примерчик. Тулзы, которые нам помогают справиться с нашими боттленеками. И профит, который мы можем получить. Значит, давайте посмотрим, почему перформанс важен и для кого он важен в первую очередь. Если мы посмотрим на глобальную статистику, то мы увидим, что 55% пользователей используют мобильные девайсы для того, чтобы пользоваться вашим приложением. И всего 45% пользователей – это юзеры с десктопов. То есть если мы посмотрим на статистику более детально, то есть посмотрим детализировано на разные продукты, это порталы, то у нас может быть совершенно вообще разные цифры. Вот вы видите, это почти 70% мобильные девайсы. Или 40%. То есть в зависимости от тематики вашего продукта статистика разная. Но усредненная цифра – это у нас вот такая принята. Хотел бы я привести некоторые исследования, которые нам говорят, почему скорость должна быть на мобильных девайсах. И что ожидают наши юзеры. Наши пользователи ожидают, что ваш сайт загрузится за 2 секунды на мобильном девайсе. Но на самом деле сайты на мобильных девайсах, на 3G-сетях загружаются в среднем 19 секунд. Это статистика, которая приводит Google исследование. Но это у нас неправда. Если мы посмотрим на данные в HTTP Archive, то у нас данные – это 32 секунды. HTTP Archive, можете использовать этот сервис. Зарелизили бету на последнем Chrome Dev Summit. Его представляли. То есть там можно делать разные выборки по данным разных ресурсов, как они загружаются, какая скорость, разные метрики и тому подобное. Performance – это также о деньгах, о бизнесе, о вашем продукте. То есть если мы улучшаем performance, и ваш продукт загружается быстрее на мобильном девайсе, и 50% ваших пользователей будут дольше сидеть на вашем сайте, увеличится сессия до 70%, и на 25% увеличится количество просмотров. То есть как это влияет на ваш продукт. Если это коммерческий продукт, интернет-магазин, то пользователи просмотрят больше товаров, больше нажмут «добавить в корзину», купят и тому подобное. То есть это понятно все. Amazon провел исследование, и они сказали, что если они замедлят на одну секунду свои сервисы, то они потеряют в год 1,6 миллиарда. Другая цифра, что если ваш сайт зарабатывает 100 тысяч в день, и вы увеличите скорость на одну секунду, то вы будете зарабатывать на 7 тысяч долларов больше каждый день. То есть это почему перформанс важен именно для бизнеса. Но также перформанс – это о пользователях, то есть о better user experience. Потому что другая статистика нам говорит, что пользователи, которые загружают медленные сайты, получают такие же неприятные ощущения, как при просмотре фильма ужасов. То есть реальные данные пользователям неприятно, когда сайт загружается 20 секунд, они начинают уже нервничать. Что происходит? Я закрою, сейчас разобью телефон. Все. Не надо. Значит, также перформанс – это про нас, как разработчиков. Можете поднять руки, кто использует DevTools, Timeline с CPU и 3G с ротлингом? Где-то 50%. А кто использует реальный девайс? Подключает. Одна четвертая где-то зала. Спасибо. Сэм Саконни. Можете подписаться на него в Твиттере. Очень крутой чувак. Он перформансом занимается в Гугле. В общем, он написал такой классный твит. Мне он очень нравится. Что нужно тестировать на реальных девайсах, на реальных сетях и почувствовать боль, которую чувствуют ваши пользователи. Потому что если вы накодили, допустим, свою приложуху на Chrome, и закрыли лэптоп ваш и пошли домой. У меня все отлично работает. Оно просто летает. Я довольный. Все сделал. Классно. А вот вы, когда идете домой, можете открыть ваш телефон. И когда идите в метро или в каком-то общественном транспорте, просто попробовать поюзать ваше приложение на телефоне. И вы ощутите реальную разницу, что приложение может быть не настолько хорошее, как вы думали. Оно работает на десктопе. Почему приложение медленное на телефоне? Это одна причина, очень важная. То есть если посмотреть пользователей, которые у нас появляются в сетях вообще, то есть новые пользователи, которые приходят, они приходят из стран, такие как Индия, Китай, Африка. И с каждым годом эти страны увеличивают количество интернет-юзеров. Но эти страны, эти новые пользователи, они юзеры не с большим достатком. То есть у них они не покупают, не все они покупают последний iPhone и тому подобное. Они покупают данные с флипкарта, одна из самых популярных моделей на флипкарте. Это в Индии телефон. Это Samsung G3. То есть получается у него 2 гигабайта оперативной памяти, 1,5 гигагерца 4-ядерный процессор. То есть девайс не суперфэнси, то есть он как-то может плохо перфомить. Сейчас мы вернемся к этому слайду, просто запомните насчет этого девайса. То есть у нас есть задержка на сетях. То есть если мы берем девайс, то это не то же самое, как мы подключаем наш десктоп к Ethernet кабелю. Девайсу нужно подконнектиться к вышке, вышка тогда уже идет в главную сеть. Но помимо этого, сам девайс, мобильный девайс, под капотом у себя менеджит соединение. То есть если у него батарейка садится, он может как-то выключать соединение, и потом его превентивно включать и тому подобное. Это у него зашито под капотом. И это влияет тоже на перформанс, то есть на доставку пакетов на само приложение. Значит, если вам интересно почитать про сети, и какие задержки, и как вообще улучшать перформанс, если кто-то не слышал High Browser Networking или Игорь Горико книжка, довольно-таки очень хорошо расписано вообще про сети, как они работают и тому подобное. Также на мобильном девайсе, вот Samsung G3 или любой другой, парсинг и компайлинг JavaScript может занимать от двух до пяти раз дольше, чем на десктопах. То есть почему от двух до пяти раз? Тут очень большой график и очень большой разброс вообще по разным девайсам. То есть один мегабайт uncompressed JavaScript на MacBook Pro на 10 Safari будет занимать очень мало. И на iPhone 7 на Safari чуть-чуть больше. Вот видно здесь немного. Но если же мы возьмем, допустим, LG G4, то есть уже у нас это более двух секунд. Точно так же, если взять вот этот Samsung G3, который популярный, то есть у него парсинг и компайлинг по сравнению с вашим десктопом, где вы тестировали, может быть до пяти до десяти раз дольше. Как же справиться? Нужно измерять. Есть очень классные перформанс аудиты от Пола Айриша и Сэма Сакоуни. То есть там ссылки будут у меня в конце слайдов. Можете потом их как-то себе зафоткать и потом посмотреть. Но очень качественно можете посмотреть, как вообще делают и себе попробовать такие аудиты сделать. Давайте все-таки углубимся дальше, как вообще измерять и что для этого используется. Есть такая терминология, как прогрессив веб-метрики. Это набор метрик, которые позволяют замерить загрузку сайта в разные метрики, которые нам это позволяют делать. Есть статья на медиуме. Я пытался расписать каждую метрику, как она себя ведет и для чего можно ее использовать, как улучшить скорость вообще загрузки. То есть если интересно, можете зайти почитать. Она есть на русском и на английском. Мы переводили на веб-стандартах. То есть она там есть. Быстренько о метриках. То есть у нас есть метрики first paint, first contentful paint и first meaningful paint. И также одна из главных метрик – это time to interactive. То есть first paint – это у нас, когда отрисовывается какой-то layout. First meaningful paint – это когда что-то meaningful появилось, то есть какое-то более-менее очертание странички. И contentful paint – это у нас, когда уже какой-то контент, картинка или текст появились на страничке. Time to interactive – тут просто нет на скриншоте. Это когда уже пользователь может взаимодействовать со страничкой, нажимать на кнопочки, и ваше приложение будет нормально реагировать на user input. Я взял, значит, view, наверное, слышали про такой фреймворк, сейчас популярный. Я взял их документацию и попробовал немножко потрейсить, как примерчик. Вот, допустим, результаты. First contentful paint занимает 3,4 секунды, first meaningful paint – 4,4,6. и time to interactive, то есть когда пользователь может взаимодействовать, уже на нас 6 секунд получается. То есть тут есть какие-то моменты, которые мы можем улучшить. Я так думаю. Сейчас посмотрим, что из этого получается. То есть если мы посмотрим на timeline trace, то есть мы увидим, что у нас есть Vue.js вообще файлик, то есть видно тут скриншоты на timeline, и вот у нас есть какие-то еще скрипты дополнительные. Они у нас блокируют вот эту первую отрисовку, то есть когда у нас что-то видно. Как можно от этого избавиться и вообще это улучшить? Можно сделать скрипты не рендер-блокинг. Если я повторюсь, если кто-то не знает про атрибуты, значит у нас есть текст-скрипт, как он себя ведет. У нас парсится, когда страничка, находится текст-скрипт, прекращается парсинг, скрипт загружается, потом выполняется, и потом страничка продолжается парситься. Если у нас есть async, атрибут, установленный в скриптах, то у нас параллельно происходит парсинг странички и загрузка скриптов. Но браузер прекращает парсинг и выполняет JavaScript. И скрипт с атрибутом defer, он полностью отрисовывает страничку, параллельно загружает скрипт, и на event DOM content loaded он начинает выполнять скрипты. То есть мы можем использовать defer для того, чтобы сделать наш не рендер блокинг, отрисовку. То есть, наверное, плохо там вам видно, не? Нормально. Вот. То есть мы добавляем defer, обворачиваем там код, который у нас был в DOM content loaded и наслаждаемся. Вот. Еще один момент. У нас есть фонты. Фонты, которые у нас загружаются, и тоже у нас контент может быть не показан достаточно хорошо. Сейчас я объясню, почему, но сначала вернемся к загрузке тех же фонтов. То есть как браузеры раньше работали. Если они находили какие-то ресурсы в теги body, то рендеринг странички опять же прекращался, пока эти ресурсы не будут загружены. Сейчас браузеры себя уже как годик начали себя вести правильно. То есть они загружают ресурсы, которые в body, и параллельно делают style layout и paint. Когда же ресурсы загрузились, они просто делают еще раз style layout и paint. Вот и все. Вот мы можем тоже немножко сохранить место, то есть сэкономить. И все эти там, наверное, задних рядов плохо видно. Мы просто перемещаем загрузку наших фонтов в body. Почему могут быть наши фонты медленные? То есть сейчас посмотрим. Есть такое определение. Раз, раз. Вот. Есть у нас таких два определения. и как себя вообще ведут браузеры с фонтами. Это flash of invisible content и flash of unstyled content. Фойк и фоук. Что означает flash of invisible content? Большинство браузеров просто, если загружают фонты, они не показывают никакой текст, пока фонты не будут загружены. То есть вообще у вас будет видно, то есть будет просто пустая страничка. Flash of unstyled content. Поведение, при котором браузеры просто показывают текст, но потом стилизируют, когда фонты загружены полностью. То есть ваши фонты. Понятно. Но нас интересует момент, когда у нас фонты, когда у нас текст будет показан юзеру как можно быстрее. То есть flash of unstyled content – это поведение, которое мы хотим, чтобы браузеры его использовали. Это progressive enhancement. Какие техники могут нам позволить сделать flash of unstyled content? То есть мы можем использовать, если у нас есть поведение flash of unstyled content, мы, используя такой ресурс, как font-style matcher, мы можем наши fallback фонты, которые будет браузер показывать до того, как показались фонты, которые мы хотим, мы можем их привести максимально и сделать максимально похожими на фонты, которые у нас будут отображены. И пользователь может не видеть вообще, ну практически не заметить разницу. Для него это будет не так заметно. Мы можем сабсайтить фонты, что это означает. То есть если у нас фонд очень большой, но мы используем только какую-то маленькую часть из этих фонтов, мы можем засабсетить и загружать только ту часть фонтов, которые нам нужны. Все остальное нам не нужно. Это как в 3-shaking в веб-паке. Фонт-дисплей. Фонт-дисплей – это свойство, которое у нас есть частью фонт-фэмили. Мы можем его использовать для того, чтобы сделать флеш-фонт-стайл контент поведения. То есть вы видите, если мы применяем к нашим фонтам фонт-дисплей-фоллбэк, то у нас показываются фоллбэк шрифты, а потом, когда загрузились, у нас стилизируется под момент, под то, какие мы хотим фонты делать. Нужно тоже использовать фонты, которые у нас побыстрее, получше. То есть в OV2 он на 30% может быть легче, в некоторых моментах до 50%. Результаты. То есть применяя вот эти все метрики, то есть мы добавили defer, мы вынесли фонты, загрузку фонтов и стайлов в body, мы сделали флеш-фонт-стайлт-контент поведение. То есть видим, какие результаты у нас. У нас было 3,4 секунды, 3,5 секунд, и стало почти 2 секунды. Это first meaningful и first contentful pain. То есть момент, когда юзер видит отрисовку какого-то контента, через 2 секунды. И дальше мы через 5 секунд пользователю показываем, что уже он может полностью взаимодействовать со страничкой в сравнении с 6 секундами, как было раньше. То есть хорошее такое улучшение. Вот есть такая табличка. Здесь присутствует такая колонка, как font-face-observer. Это библиотека, джаваскриптовая библиотека, которая позволяет нам эмулировать фонт-дисплей поведения, потому что фонт-дисплей не имплементирован еще во всех браузерах. Если вам нужна поддержка старых браузеров, браузеров вы используете какой-то полифил, джаваскриптовый. Но разница у нас first contentful pain 0,2 секунды, но в time to interactive у нас получается полсекунды. То есть вы смотрите на то, какие у вас цели. Если у вас цели поддерживать E11, E10, то вы тогда, конечно же, будете подгружать какой-то полифил, и ваши пользователи могут взаимодействовать со тройникой позже. Если же вы поддерживаете только evergreen браузеры, то можно фонт-дисплей и никаких джаваскриптов и тому подобное. Вот смотрим, как было раньше и как стало после. Да, то есть вот как-то так. Я отправил pull request в vue.js.org. Там ребята посмотрели. Я написал еще статейку тоже на Medium. Если интересно, можете полностью… То есть или в pull request можете посмотреть, там полностью все расписано по степам, как это все применялось, или можете посмотреть на Medium тоже в статье. То есть или там, или там. Ну, примерно одинаковый контент. Я еще взял ESLIN документацию для того, чтобы немножко пойти дальше, применяя эти же техники, но немножко больше. Про progressive web application кто слышал? Поднимите, пожалуйста, руки. А кто пытался что-то делать в progressive web application? Больше половины зала. Это супер. Progressive web application я не буду повторяться. То есть у меня тут сразу в бой. Если кто-то не стыкался, не знает, то есть Google плохо пиарит. То есть это вообще progressive web application это то, что последних два года пиарит активно Google. Если тут половина людей знает об этом, то значит плохо они делают свою работу. Почитайте. Очень классная техника. Просто что я сделал? Добавили манифест для того, чтобы приложение выглядело максимально приближенно к native. То есть ваше JavaScript приложение, добавляется иконочка на ваш рабочий стол на телефоне, и вы можете его открывать, и оно себя ведет практически как native приложение. То есть открывается браузер с дисплеем, как будто это реальное приложение. Ну и вы можете с ним работать. Я добавил еще intersection observer, который помогает нам сэкономить на загрузке. То есть на телефоне мы загружаем. То есть на ESLint, если кто-то смотрел на титульную страничку, у них там есть внизу куча, очень много приложений, которые используют ESLint. Они позволяют добавить. Вот мы используем ESLint и тому подобное. Их очень много. Но пользователь, который заходит с телефона, он может быть даже никогда не будет скроллить в самый низ. То есть зачем нам загружать все картинки, которых там спонсоров или кто там использует его, если он их никогда не увидит. То есть intersection observer это API браузера, которая помогает нам определить, что в поле зрения юзера попал вот этот контент и мы, значит, его загружаем просто с сети. То есть видно справа сам network. То есть когда они появляются, вот мы их загружаем. Все, значит, все отлично. Мы сэкономим на очень много времени на том, чтобы не загружать картинки, которые могут юзеру быть не нужны. Можно заоптимизировать картинки. Image Optimum это ресурс, который позволяет, это open source приложение. Да, оно для Mac есть, можно скачать. Прогнать ваши картинки без потери качества, но зато они будут более оптимизированы, будут легче весить. И вы можете, опять же, сэкономить время на то, чтобы доставить эти ресурсы пользователю. Workbox это библиотека, которая нам позволяет сделать приложение оффлайн. То есть приложение ваше может работать как онлайн, так и оффлайн. То есть все будет закешировано с помощью сервис-воркеров. То есть тоже использовалась эта библиотека. Недавно ребята написали, что вышла третья альфа-версия. Она должна быть намного легче текущей. То есть тоже можно попробовать. Можете зайти там почитать. Вот. Применяя эти метрики, применяя эти техники, которые я сказал раньше для Vue.js, также добавляя вот этот PVA goodness, вот какие результаты получилось достичь. То есть перформанс 85% по лайтхаусу. Это я дальше скажу. Прогрессив вебап 82%, но это из-за того, что это на локал хосте, и потому оно ругается, что нет HTTPS. Вот. Ну вот как-то так получилось хорошо. Тоже я отправил pull request в ESLint. Там тоже можете почитать, как там все тоже красиво, ну, расписано. Я старался расписать, как там что получилось. Постепенно, если кому-то интересно, можете зайти посмотреть. На Babel тоже у меня был какой-то pull request тоже по улучшениям. Если вам это интересна тема, можете зайти посмотреть. Значит, какие у нас tools есть, помимо вообще DevTools. Вы видели там какие-то графики я выводил, какой-то лайтхаус и тому подобное. Вот. Начнем с лайтхауса. Кто знает, что такое лайтхаус? Вот так. Чуть больше половины. Вот. Тут я повторюсь немножко. Лайтхаус библиотека разработана Google. Они уже там более 11 тысяч звездочек. Что они делают? Они запускают Chrome. И они трейсят ваш сайт, запуская на Chrome с эмуляцией девайса, про то, что мы говорили в самом начале, с Networks Rotling и CPUs Rotling. То есть делают какие-то замеры и выводят какие-то данные метрик. Одни из метрик, те, которые там в статье я пытался объяснить. Лайтхаус также встроен в Chrome DevTools. То есть вы можете прямо его запустить оттуда. И он есть как ноды-модуль. Можете использовать его как нод-модуль и оттуда. Вот. Очень хорошо рассказано на Google.io. То есть ребята презентовали лайтхаус. 40 минут рассказывали, что он умеет. Можете посмотреть. Как я сказал, лайтхаус доступен как нод-модуль. Калибре – это приложение, которое использует лайтхаус для того, чтобы делать замеры вашего сайта. Но помимо этого они сохраняют все эти результаты. Они там присылают вам notification и показывают разные дифы. И вы можете очень хорошо все менеджить. То есть как у вас там падает, performance улучшается и тому подобное. Приложение платное, но если вы production продукт, какой-то продуктовый в принципе, это там недорого стоит, чтобы его использовать. Присылают вот, да, то есть на email вам какие-то результаты. Treos.h тоже еще один сервис, который тоже использует тот же лайтхаус API для того, чтобы менеджить performance вашего сайта. Это он с open-source проектами, бесплатно работает. Показывает тоже разные трейсы, сохраняет разный список и тому подобное. PIVMetrics – это библиотека, о которой я говорил, open-source, которую мы менеджим. Значит, тоже использует лайтхаус API, но мы немножко пошли дальше и добавили немножко всяких вкусностей туда. Запуская с консоли ваш сайт, вы можете увидеть разные графики, те, которые я приводил раньше, и разные метрики, они выводятся у вас в консоли. То есть вам не нужно никаких телодвижений лишних, просто в консольки вбили ваш сайт, раз у вас уже есть результаты сайта. Приходите к своему менеджеру, говорите, мне вот я потрейсил свой проект, вот у нас такие вот есть боттлнеки, давай будем улучшать. У нас есть интеграция с Google Sheets, то есть можно результаты на Google Sheets прямо отправлять, можно смотреть, то есть трейс, сделать презентацию, что вот смотри, у нас было вот так раньше, перформанс проседал, мы сделали вот такие улучшения, сделали замеры, отправили на Google Sheets, построили график, сделали презентацию, все супер. Можно интегрировать его с Continuous Integration, то есть он будет вам в notification, в каком-то Travis, допустим, кидать, что там перформанс ухудшился с этим новым pull request и тому подобное. Можно его открывать тоже в Timeline Viewer, то есть разные метрики будут показывать, как там перформент ваш сайт. Есть на Medium статейка, как вообще, что этим можно пользоваться, если будет вам интересно, можете зайти почитать или тоже доку мы пытались сделать нормальную на GitHub. Timeline Viewer, тоже библиотека, ну это приложение, которое позволяет шерить timeline trace. У Пола Айриша была проблема, когда они трейсили Википедию, надо было сделать трейс всего, и они печатали эти трейсы на бумажках. И все подходили, там что-то оставляли свои ноуты и тому подобное. Пришла ему идея, чтобы сделать shareable timeline traces. Это вот Андрей, Андрей, можешь дай ему кубку запустить? Да. Вот, то есть вы вставляете URL на ресурс, на Dropbox или на Google Drive или на GIST с timeline trace. и можете просматривать ваши трейсы прямо в браузере и можете расшарить ссылку с вашими коллегами. То есть человек откроет, посмотрит, то есть вы сделали какие-то замеры, вы отправляете в чатик там где-то или еще кому-то, и можете показать и открыть, посмотреть, как там трейсы, что там получилось. Там мне следующий слайд. Следующий слайд. Можно его точно так же открыть в Google Drive. То есть вы когда там авторизируетесь через авторизацию в приложении, то вы прямо в Google Drive сможете, если у вас уже есть загружены какие-то трейсы на Google Drive, и просто с Google Drive можете открыть это приложение. Работает оффлайн. То есть у меня была такая проблема, что я ехал в поезде и не мог посмотреть трейс, потому что вроде в поездах есть connection, но на самом деле его нет. И у нас появился оффлайн support. То есть все работает оффлайн. Есть индикатор, который нам говорит, мы оффлайн или онлайн. И можем тоже работать, просто перегружая страничку, и все у нас все отлично работает, все закешировалось с помощью сервис-воркеров. Мы все это делаем, но все работает. Появляется интернет, индикатор меняется, все мы онлайн, все отлично. Есть тоже такая фича, как split view называется. То есть мы можем взять два трейса и сравнить их между собой. То есть если у нас был трейс до и трейс после, Андрей, включи, пожалуйста. Да, вот у нас там всякие примерчики есть, да, экзамплы. То есть вы можете понажимать, посмотреть. То есть есть два трейса, как у нас было, как до и после. И вот очень аккуратно, то есть много постарались, чтобы сделать. То есть у нас отметки получаются на одном уровне. Когда мы делаем выделение, у нас выделяются трейсы сверху и снизу. Когда мы двигаем, они никак не меняются. Ну, то есть удобно для того, чтобы делать какие-то сравнения после каких-то улучшений. Сравниваем два трейса, и у нас видны сразу результаты и видны сразу какие-то дифы между ними. Да, можно зааплодить тоже на Google Drive. То есть если у нас есть какой-то сохраненный таймлайн трейс, то есть нам не надо это все там открывать Google Drive и тому подобное. То есть мы просто берем, перетаскиваем трейс. Сейчас демка будет. Надо быть заверифицированным. То есть мы можем открывать просто трейс, смотреть его, передвигая. А можем просто зааплодить это все на Google Drive. У нас сразу появится шеребл ссылка и можно сразу расшарить эту ссылку между коллегами. Как-то так. Там оно сразу даст permission, чтобы можно было читать этот файл и тому подобное. То есть это такое что-то handy. Следующий слайд. Можно уже, наверное, выключать. Понятно. Так. И есть тоже DevTools элемент. Это кастом элемент, который вы можете встроить прямо себе на ваше приложение. То есть это может быть какой-то сервис или тому подобное. То есть тоже по тому же принципу, как работает таймлайн-вьювер, только это просто отдельный элемент на вашей страничке. То есть вы можете это сделать, просто подключая один тег в себе в приложение, и у вас все будет работать. Если вам интересно, вы делаете какие-то API или тому подобное, или какие-то ресурсы, то, в общем, это может быть полезно, наверное, вам. Дальше. Значит, что мы выучили или не выучили, что узнали, нужно принимать во внимание пользователей, которые у нас используют мобильные приложения, мобильные девайсы и делают приложения, чтобы они работали нормально на мобильных девайсах, измерять и тестировать на этих девайсах и как-то пробовать пытаться использовать последние техники, следить за людьми, как они это делают и что-то себе пробовать. Ну, спасибо всем. Спасибо, Артем. Ребят, если есть у кого-то какие-то вопросы, задавайте, я к вам подойду. Я хотел спросить, а как сработала оптимизация первая с документацией Vue, если он на Vue написан, а не на каком-то NAGST? Потому что там, по идее, SPA, и вот это вот то, что вы говорили, загружать JavaScript потом, то, по сути, весь контент генерится этим JavaScript. Поэтому непонятно, как у вас вот эта первая полосочка уменьшилась в случае SPA, если там, конечно, SPA, а не NAGST. Там документация Vue, она не очень на Vue написана. То есть сами компоненты, которые демки, они на Vue, да. Но вообще приложение – это Markdown, просто перетранслированный в HTML. То есть там Vue просто, ну, как часть кода, да. То есть… То есть… А, ну, если у вас рендерится контент, да, вашим фреймворком, у вас какой-то сервер, сервер рендеринг или тому подобное, да, то это не подойдет, конечно же. Ну, 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 то есть, но если… Да, так сейчас я отвечу. Да, то есть если у вас клиент рендерит, то тогда получается, что так. Ну, вы же можете страничку какой-то layout, да, рендерить. Ну, то есть, ну, у вас же как-то статический контент может быть, правильно? То есть вы можете его… Ну, да, ну, то есть там все зависит. Ну, то есть надо смотреть на конкретный кейс, потому что, допустим, ну, у нас на продукте у нас отдается статика, там, допустим, какая-то менюшка, header, а уже скрипт рендерит сам основной контент. То есть, ну, все зависит от кейса. Был еще вопрос у кого-то? Пробовали ли использовать link rel preload и как оно повлияло на вот эти метрики, которые вы показываете? Да, я тут не пробовал, да, ну, потому что там preload, он не во всех браузерах, но тоже должен нормально повлиять, но в зависимости от того, сколько ресурсов вы хотите загрузить. Если вы все загрузите в preload, то он вам все, опять же, сделает еще хуже. То есть надо смотреть на конкретный кейс. Спасибо. Еще, я думаю, один вопрос мы успеем. Спасибо еще раз, Артем. Окей, всем спасибо. 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 Спасибо.